Здравствуйте, это Голос Америки, и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина – самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Грепирович. А я Олекс Григорий. В этом выпуске мы расскажем о событиях 754-го дня войны, главной новости понедельника, 18 марта. Владимир Путин допустил захват России Харьковской области Украины. Киев при обстрелах российских нефтяных предприятий использует беспилотники советского периода. Евросоюз отвердил увеличение размеров Европейского фонда мира, из которого оказывается помощь Украине. Сенатор США Линдзи Грэм прибыл в Киев и встретился с президентом Зеленским. Теперь обо всем по порядку. Российские войска нанесли 14 ракетных и 75 авиационных ударов, совершили 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Об этом говорится в сводке Генштаба вооруженных сил Украины. ПВО Украины ночью уничтожило 17 из 22 ударных беспилотников типа «Шахет» над Киевской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Ровенской областями. Кроме того, российские войска выпустили 5 ракет С-300 или С-400 по Харьковской области и применили две управляемые авиационные ракеты Х-59 по Сумской области. Кроме того, российские войска нанесли удары по гражданской инфраструктуре города Конотоп и населенным пунктам Сумского района. По предварительным данным погибших нет, однако повреждены объекты коммунальной сферы хозяйства. Местные власти сообщают, что по сравнению с прошлой неделей значительно выросло количество обстрелов, причем российские войска используют авиацию, систему залпового огня. Вооруженные силы России обстреляли село Новоосиново Купянского района Харьковской области. Ранен один местный житель. Уточняется, что удар был нанесен по пожарной части и, соответственно, получил ранение спасатель. Обстрелы Харьковской области на самом деле довольно серьезно подтверждают опасения, что Россия может следующее наступление развивать именно в направлении захвата этого региона и, собственно, на своей пресс-конференции, которую Владимир Путин провел после трехдневного голосования, в результате которого в Москве объявили, что он вроде как победил на президентских выборах, он допустил захват Харьковской области, отвечая на вопросы необходимости присоединить к России Харьковскую область. Вот такие вопросы ему задают, чтобы обеспечить безопасность Белгородской области. Путин заявил, что в России в какой-то момент придется создать санитарную зону из большей части украинской территории, чтобы защитить российскую территорию. При этом он отказался говорить о планах по присоединению тех или иных территорий, то есть прямо Харьковскую область он не назвал, но сказал, что такая зона должна быть достаточно большой, чтобы исключить попадание на российскую территорию вооружений иностранного производства. Ну и потом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на следующий день расшифровывал все эти заявления Путина. Он сказал, что возможная буферная зона, так называемая на границе с Украиной, нужна, чтобы российская территория была вне зоны досягаемости для любых средств противника. Он сказал, что президент, имеется в виду президент России Владимир Путин, имеет в виду, что на фоне атак, атак дронами, на фоне артиллерийских обстрелов в нашей территории, населенных пунктов на нашей территории, социальных объектов, жилых домов будут приняты меры для того, чтобы эти территории обезопасить. То есть, таким образом, Владимир Путин переводит любой разговор о, например, получении Украиной ракет более дальнего радиуса действия в сферу того, что Россия тогда будет вынуждена ровно на дальность запусков этих ракет захватить украинскую территорию. Собственно, именно поэтому такие заявления, как мне кажется, и делаются. Ну, а на фронтах войны начаты Россией, продолжаются бои. По данным Генштаба вооруженных сил Украины, за сутки на фронте произошли 72 боевых столкновения. В частности, российские войска 36 раз пытались прорвать украинскую оборону на Новопавловском направлении, и 13 атак отражены на Авдеевском направлении. Судя по всему, там в ближайшие дни или недели будут развиваться основные боевые действия. Ну, и продолжается эпопея с рейдом российских добровольских формирований в составе ВСУ на территорию Курской и Белгородских областей. Я подчеркну, что мы не имеем возможности подтвердить или опровергнуть те данные, которые они предоставляют, но они сообщают, что они захватили или оккупировали или заняли село Козенко и поселок Горьковский и Гороворонского района Белгородской области. Еще раз подчеркну, мы не можем гарантировать точность этой информации. Заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк сообщил, что с начала 2024 года Вооруженные силы России используют на фронтах в 7 раз больше боеприпасов, чем силы обороны Украины. И, кроме того, значительно увеличилось использование боевой авиации. То есть, по его данным, в этом году российские боевые самолеты сбросили по украинским позициям при фронтовом территории более 3,5 тысяч авиабомб, что в 16 раз больше показателей 2023 года. Я напомню, что в самом начале войны, развязанной Россией против Украины, соотношение использования боеприпасов по сообщениям с фронта в 22-м году было 1 к 10, когда украинские военные говорили, что мы выпускаем 5 тысяч снарядов по тем, кто нас пытается оккупировать, а они в ответ по нам выпускают 50 тысяч снарядов. Потом это немножко изменилось из-за того, что были более или менее налажены поставки боеприпасов и вооружений со стороны Запада, но с конца прошлого года из-за отсутствия помощи Соединенных Штатов в основном количество боеприпасов у украинской стороны сильно снизилось, а также возможность отражать атаки с воздуха, потому что мы уже рассказывали в наших подкастах о том, что фронтовую авиацию российская сторона стала использовать гораздо чаще из-за нехватки средств ПВО Украины. Собственно, Саш, ты в одном из подкастов говорил о том, что цифры сбиваемых российских самолетов заставляют предположить, что и использовать их стали гораздо чаще, чем раньше. Ну и нехватка боеприпасов заставляет украинские силы доставать со складов старую технику и использовать ее для ударов по российским объектам. Об этом пишет издание «Форбс». Надо сказать, что наши коллеги из «Форбс» анализируют, чем именно Украина бьет именно по российским нефтяным объектам. И вот журналистам из «Форбс» стало известно, что для таких ударов использовались советские беспилотные аппараты Ту-141 и Ту-143. Анализ появившихся в соцсетях снимков из Брянской области свидетельствует, что там как раз обломки были Ту-143 найдены. Эти беспилотники были созданы для ведения разведки еще в 70-е годы, и их использовали ровно 50 лет назад. Модель Ту-141 производилась в Харькове, и выпущено было не так уж много этих дронов, всего 142 аппарата, которые состояли на вооружении Советской Армии до 1989 года. Они достаточно простые, и при весе в 7 тонн и длине 14 метров довольно велики, чтобы нести боеголовку весом в несколько сот килограмм. То есть, именно поэтому, если их используют в качестве камикадзе для подрыва, скажем, какого-нибудь НПЗ, то взрыв может быть очень серьезным. Но непонятно, почему Украина перешла на эти дроны, при том, что с самого начала войны они получали поставки турецких байрактаров, либо эти поставки снизились, либо планы строительства завода по производству байрактаров в самой Украине немножко сорвались. Но так или иначе, эти советские дроны успешно били по нефтебазе в областном городе российском Клинцы. И, в общем, было несколько аппаратов, которые сбивались, как докладывала Российская Минобороны, над Брянской областью. Так или иначе, их у Украины немного. И понятно, что и в этой области Киев испытывает очень серьезную нехватку боеприпасов. Ну, а Россия получает боеприпасы от союзника Северной Кореи. По заявлению министра обороны Южной Кореи Шин Вон Сика, с прошлого года Северная Корея отправила в Россию около 7 тысяч контейнеров с боеприпасами и другим военным оборудованием. И Пхеньян, в свою очередь, получает военное оборудование от России и, возможно, какие-то технологические секреты для своей ракетной программы. Газета «Санди Таймс» британская сообщила, что министр обороны Великобритании Гранд Шапс и командующий британскими вооруженными силами Тони Радекем во время визита Украину, которая состоялась около 10 дней назад, посоветовали украинцам отложить контрнаступление и держать оборону, и в случае необходимости совершать отступление на более выгодные позиции, и сосредоточиться на нанесении ударов по Крыму и Черноморскому флоту. И еще интересная деталь, что Шапс должен был посетить Одессу, но после того, как стало известно о том, что по кортежу Зеленского был нанесен удар в то время, когда он находился в этом кортеже вместе с премьер-министром Греции, то Шапс отказался от посещения Одессы, потому что британская разведка сообщила, что планы его поездки стали известны России. Надо сказать, что, тем не менее, совсем от влияния России Гранту Шапсу не удалось уйти. Как мы сообщали в наших подкастах, GPS самолета министра обороны Британии глушила Россия, когда этот самолет пролетал над Калининградом обратно из Украины в Лондон. Но при этом ты вот сейчас упомянул Северную Корею с поставками вооружений. Северная Корея была одной из совсем небольшого числа стран, которые поздравили Владимира Путина с переизбранием, так называемым. Во всяком случае, именно диктаторские режимы и авторитарные режимы послали Путину поздравления, об этом уже известно, то есть это Венесуэла, Северная Корея, Никарагуа. Скорее всего, сейчас пока точно неизвестно о Китае, но с китайскими представителями также встречались. Почему это голосование в России важно? И именно так, как важно его оценивают западные эксперты, потому что Путин впервые официально получил поддержку, это то, что говорит официальная власть, естественно, как военный лидер. То есть это голосование Путина нужно было для того, чтобы потом заявлять о том, что граждане России поддерживают его курс на войну. Именно поэтому сразу после голосования он выступил с традиционной победной речью в московском гостином дворе. Он дал понять, что будет продолжать войну с Украиной. Вот я уже говорил о возможном захвате Харьковской области, которую он как бы не отклонил. Собственно, вот подтверждая планы на санитарную зону на территории Украины так называемую, он также и подтвердил принципиальную готовность воевать с НАТО. Он там сказал извилисто, я думаю, что всё возможно в современном мире. Но опять же на прямой вопрос о возможности такой войны он не ответил нет. Ну и надо сказать, что на эти выборы в России, которые непосредственно связаны с войной Путина в Украине, уже отреагировали в мире. Газета «Вашингтон-Пост» опубликовала статью, которая называется «Очень ясно». С новой коронацией Путина Кремль культивирует образ пожизненного лидера. Это замечательные Робин Диксон и Кэтрин Белтон, хорошие знатоки России в этой газете, написали эту статью, говоря о том, что теперь Путин не будет оглядываться уже практически ни на что и считает себя вдохновлённым на практически любые меры. То же самое говорили эксперты в интервью «Голоса Америки» сегодня, в частности ветеран американской разведки и бывшая глава Центра евроазиатских исследований Джорджтаунского университета Анжела Стэнд сказала, что, скорее всего, увеличение репрессий в стране и продолжение его тактики в Украине будет результатом этого голосования. При этом, надо сказать, что на него отреагировали западные страны пока достаточно мягко, то есть раскритиковали эти выборы, но воздержались от того, чтобы не признавать Владимира Путина президентом России после окончания его нынешнего срока и после его вступления праздничного в должность по результатам того голосования, которое состоялось. Хотя, как минимум, представитель одной европейской страны сказал, что он не признаёт Путина легитимным президентом России. Это министр иностранных дел Эстонии Маргус Цхакна. Он сказал, что российские выборы президента не были легитимными, а законное место российского лидера Владимира Путина на скамье подсудимых в Гааге. Это сказал Цхакна, прибыв на встречу глав МИД Евросоюза, о которой мы сегодня ещё скажем. Международная правозащитная организация MS International опубликовала доклад о ситуации в Крыму в десятилетии его оккупации России и призвала Москву немедленно прекратить все нарушения международного гуманитарного права и права в области прав человека в Крыму и на других территориях Украины, находящихся под оккупацией. А винованные во всех преступлениях должны быть привлечены к ответственности в рамках справедливого суда. В частности, в докладе указывается, что Россия насильственно пытается изменить этнический состав Крыма и подавить украинскую и крымско-татарские общины, а также систематически ведёт борьбу с украинской и крымско-татарской национальными идентичностями, в частности, прерывая, ограничивая и запрещая использование этих языков в образовании, средствах массовой информации во время национальных праздников и в других сферах жизни. В частности, в качестве примера, MS International приводит российскую школьную программу. Результатом её использования стали индоктринации, угрозы преследования в адрес педагогов, учеников и родителей, которые с этой программой не согласны. Ну и более ста крымских мусульман и мусульманок предстали перед судом и были осуждены по причине необоснованных обвинений в терроризме и получили тюремные сроки до 24 лет, которые не отбывают, соответственно, на территории России. Кроме того, за время оккупации не менее 12 адептов церкви свидетелей Иегова приговорены к 6 годам заключения за мирную реализацию своего права на свободу вероисповедания. Надо сказать, что выборы в Крыму, так называемые, как и выборы, так называемые на других оккупированных территориях Украины, были одной из самых главных претензий, которые Запад предъявил России. Конечно же, и Соединённые Штаты, и Евросоюз сказали, что никогда не признают результаты этих псевдовыборов президента России на оккупированных территориях Украины. Это говорил и Жозеп Боррель от имени Евросоюза, и Госдепартамент Соединённых Штатов от имени Вашингтона. Но кроме того, что эти псевдовыборы проводились на чужой территории, и, соответственно, голоса оттуда уж точно не могут никем никак засчитываться, естественно, другие поводы для непризнания выборов в России легитимными, свободными и справедливыми, это убийства и репрессии в отношении российской оппозиции, недопуск никого из реальных оппонентов Путина до голосования, до бюллетеней. Ну и надо сказать, что укрепление авторитарного режима Владимира Путина только увеличивает перспективы возможного столкновения между Европой и Москвой. Показательно, что председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что если Европейский Союз желает мира, ему следует готовиться к войне. И он назвал действия России самым серьёзным вызовом в области безопасности со времени Второй мировой войны. В статье, которую Мишель опубликовал в бельгийской газете «Ла Либжик», он, в частности, указал, мы должны хорошо подготовиться к тому, что касается обороны, и перейти в режим военной экономики, и настало время взять на себя ответственность за нашу собственную безопасность, поскольку, по его мнению, мы не можем полагаться на других или зависеть от избирательных циклов в Соединённых Штатах или где-то ещё. В общем, прогноз о том, что Европа начнёт формировать свой военный блок, независимый от США, постепенно становится реальностью. Ну, в свою очередь, издание «Бизнес Инсайдер» сообщило, что германские спецслужбы подготовили для правительства анализ военной угрозы со стороны России. И, согласно их прогнозу, уже через два года Россия может совершить нападение на территорию стран-членов НАТО. И, как считает германская разведка, я опять же цитирую «Бизнес Инсайдер», Россия готовится к масштабному конфликту с Западом, на что указывают реорганизацию вооружённых сил, передвижение войск и размещение ракетных установок на Западе страны, а также наращивание производства вооружений. И, как предполагает германская разведка, Россия способна удвоить свою военную мощь в течение следующих пяти лет, особенно в области обычных вооружений. Различные западные специалисты говорили о том, что Россия будет способна напасть на страну НАТО какую-либо от двух до пяти лет от нынешнего момента. При этом всё равно Европа продолжает помогать Украине, потому что, как неоднократно подчёркивали европейские начальники, Украина сейчас ведёт войну против российских захватчиков, что избавляет Запад от необходимости самим вести такую войну. И Совет ЕС по иностранным делам сегодня, который заседал в Брюсселе, объявил о своём решении увеличить на пять миллиардов евро финансовый потолок Европейского фонда мира. Там специально будет создан фонд помощи Украине в области обороны внутри этого фонда, и представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что ЕС выполняет свои обязательства, и фонд помощи Украине превращает слова европейцев в действия. Он сказал также об этом фонде, что тот позволит ЕС и дальше поддерживать растущие потребности вооружённых сил Украины посредством предоставления как летального, так и нелетального военного снаряжения, а также обучения. Ну и надо сказать, что теперь финансовый потолок Европейского фонда мира после решения Совета ЕС составит более 17 миллиардов евро. Это до периода, до 2027 года. Ну и ещё новости из европейской политики. Президент Румынии Клаус Яханис дал согласие на то, чтобы через территорию Румынии в Украину доставляли вооружение. И кроме того, на румынской территории проходило обучение украинских пилотов- истребителей F-16, которые будут учиться предположительно в учебном центре на военно-воздушной базе в Фитеште. Это недавно открытая военно-воздушная база. Соответствующее письмо президент Румынии направил к парламенту. Парламент должен одобрить это. И предположительно это произойдёт на ближайшем пленарном заседании парламента. Кроме того, Европа занимается и дальше развитием своих подходов к тому, как использовать российские замороженные активы. И сегодня Жозеп Боррель, которого я сегодня уже упоминал, сказал, что хотел бы увидеть, как на Совете ЕС, вот сегодня заседающем, министры договорятся использовать доходы от блокированных активов России для помощи Украине. Посмотрим, будут ли разработаны какие-то конкретные схемы, или будет задано какое-то рамочное соглашение. Так или иначе, понятно, что к этой теме Запад подбирается. Из США тоже есть сигналы о том, что помощь всё-таки в конце концов может быть Украине одобрена. Представители Республиканской партии в Конгрессе, в Палате представителей в частности, говорят о том, что нужен новый закон о том, чтобы оформлять помощь Украине в виде кредитов и, возможно, задействовать российские активы, которых при этом в Соединённых Штатах довольно немного, и это будет всего лишь примерно 5 миллиардов долларов, если даже все их Вашингтон пустит на помощь Украине. А тем временем в Киев приехал видный сенатор-республиканец Ленси Грэм, довольно известный человек в Соединённых Штатах и вообще в мире. Об этом сначала сообщило посольство США в Украине, а потом и президент Украины Владимир Зеленский опубликовал информацию о встрече с Ленси Грэмом в соцсети Икс, бывший Твиттер. Зеленский сказал, что проинформировал Ленси Грэма о ситуации на передовой и первоочередных потребностях украинской армии. Критически важно дальнейшее предоставление партнёрами военно-технической помощи, в частности, систем ПВО и ракет к ним. Зеленский также добавил, что отдельное внимание он и Ленси Грэм уделили вопросу евроатлантической интеграции Украины, дальнейшему усилению санкционного давления на Россию, которую Зеленский назвал государством агрессором, и использованию замороженных российских активов для насущных потребностей Киева. Ленси Грэм, в свою очередь, делал довольно много раньше заявлений о помощи Украине, но не очень понятно, как всё это скажется на решениях в Палате представителей, потому что, опять же, напомню, Сенат в своё время согласовал пакет помощи Украине на более чем 60 миллиардов долларов, однако Палата представителей решила по нему не голосовать. Мы давно уже не сообщали о новых санкциях в отношении России, но вот прилетела новость о реализации старых санкций. Компания Softline, один из крупнейших дистрибьюторов корпорации Microsoft России, заявила, что корпорации Amazon и Google, это представители крупнейшей IT-компании мира, с 20 марта закрывают для российских компаний доступ к своим облачным сервисам. И сделано это согласно 12-го пакету санкций Европейского Союза, который был принят в декабре прошлого года. Российские компании с 20 марта не смогут пользоваться теми программными продуктами или получать доступ к информации, которые содержатся в этих облаках. Ну и закончу я сегодняшний выпуск подкаста «Украина самое важное» сообщением о том, насколько серьёзной была антивоенная составляющая здесь, в Вашингтоне, на акции около российского посольства по поводу выборов, которые призвала российская оппозиция и которая прошла во многих городах мира, в том числе и в столице США. В общем, я наблюдал за этой акцией. Надо сказать, что в то время, как люди выстраивались в очередь к российскому посольству, и это была такая очередь протеста, в то же время там же проходил большой митинг, на котором основные призывы были к Владимиру Путину закончить войну, в то же время, естественно, его там называли военным преступником и так далее. То есть очевидно, насколько российские внутриполитические события, к которым относятся только что прошедшие так называемые выборы, связаны с той войной, которую Путин ведёт против Украины. Российская оппозиция как внутри страны, так и за её границами вместе с требованием перемен внутри России требует и окончания той войны, которую Кремль ведёт против Украины. На этом наш выпуск сегодня заканчивается. Его для вас подготовили Алекс Григорьев и Данила Гальпирович, наш звукорежиссёр Александр Зимуха. Пожалуйста, слушайте нас на платформах Apple и Google, также на канале Эхо и напрямую с сайта «Голос Америки», где это возможно. Большое вам спасибо за внимание. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова